И вот тема, о которой я сегодня хотел бы сказать, назвал я ее так Are you ready for Christmas? А вы готовы к Рождеству? Давайте прочитаем вместе. Евангелие на третья глава. Gospel of John, chapter 3. We'll read from verse 1 and following. С первого стиха и дальше. Евангелие на третья глава, с первого стиха. Между фарисеями был некто именен Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, то есть, что значит, учитель. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не сможет творить, если не будет с ним Бог. Первый стих нам говорит о том, что это был за человек. Фарисей именем Никодим, начальник иудейский. И сказано, он пришел к Иисусу когда? Ночью. А почему ночью? Почему фарисей не спит, когда остальные спят крепким сном? У вас с сном все хорошо? Не всегда. Знаете, особенно когда мы грешим, и Дух Святой нас обличает, у нас тоже проблемы со сном бывают. У нас проблемы со сном, когда страх наполняет нашу жизнь. У нас проблемы со сном, когда беспокойство приходит, когда мы теряем мир Божий. Есть много причин, почему человек не спит ночью. У Никодима была серьезная проблема, друзья мои. Заметьте, этот религиозный человек внутренне ощущал духовную пустоту. Вы знаете, вся Тора, которую он знал и многие вещи знал наизусть, знания Священного Писания и религиозные обряды не восполнили этот вакуум, который был внутри. И это, друзья мои, очень важно знать. Вы знаете, некоторые говорят, что христианство – это, или праздник Рождества – это, знаете, это традиции христианские. Это нарядные елки и огоньки, и поклонение Богу, и всякие Christmas carols и так далее, и так далее. Это все хорошо, это все внешняя сторона вопроса. Скажите, а бывало такое, что вы празднуете праздник Рождества, а внутри пустота духовная? Вы идете на праздник, а внутри есть то, что создает вам, является причиной уныния, разочарования, возможно, страха. Почему это очень важно, друзья мои, понять? Потому что Бог не хочет, чтобы мы в этом состоянии находились. И Никодим, он знал, что это ненормально внешне показывать религиозный вид, а внутренне испытывать духовную пустоту. Хотел бы сегодня сказать детям верующих родителей. С детства вы знаете историю рождения Христа. С детства вы знаете правильные песни, правильные слова, которые нужно говорить. Скажите, а вы к Рождеству готовы? Первое, что не позволяет нам получить благословение Рождества, то есть, когда мы являемся не готовы, это первое, друзья мои, что мы очень часто самодовольны в том состоянии, в котором мы сегодня находимся. Заметьте, из всех фарисеев, которые были в то время, только один Никодим, да, пришел. Вы думаете, что остальные фарисеи чувствовали себя по-другому? Нет. У них у всех была одна и та же проблема. Внешняя обстановка, да, и внутренняя пустота. Но из всех фарисеев пришел только один. Вы знаете, сегодня празднуют Рождественские дни, единицы только, они признают, что внутри есть то, что только Господь может восполнить. Большинство людей сегодня в увеселении, в роскошестве, в больших подарках, новых скутерах и айфонах будут радоваться тому, что они получили. А внутри так и останется пустота. Никодим был готов к Рождеству. Знаете, почему? Не только потому, что он понял, что есть проблема. Второе, что Никодим сделал, он знал, куда идти для того, чтобы свою проблему решить. Вы знаете, сегодня так много людей есть, которые говорят, о, я тоже верующий. У меня есть Библия, которую мне бабушка подарила. Другой говорит, о, я тоже верующий. Я недавно с одним представителем армянского народа разговаривал, говорит, а мы самая первая нация, которая приняла христианство. Я говорю, ну, прекрасно. Я говорю, ну, а у тебя как-то там внутри все нормально. Вы знаете, иногда мы прячемся за какой-то такой, знаете, за какую-то ширму. Почему? Потому что боимся быть уязвимыми. Никодим пришел ко Христу. Друзья мои, второй момент очень важный. Помимо того, если вы знаете, что внутри есть то, что восполнить может только Христос, нужно идти к Нему. Идите к Нему. Придите к Нему в молитве, как сегодня Григорий сделал, и скажите мне, Господи, Ты знаешь, кто я? Ты знаешь все мои проблемы? Помните, вчера, в прошлый раз мы говорили о Самарянке? Она говорит, Он сказал обо мне, мне все. Христос обязательно вам скажет вашу проблему. Потому что Он вас знает лучше, чем вы себя сами знаете. Нам нужно идти, нужно знать, куда идти. Вы помните, в чем было благословение и пастухов, и мудрецов, которые нашли младенца? Они не только услышали ангела, который им сказал о рождении, но потом дальше что было сказано? Они сказали, давайте встанем и пойдем. Дальше что? Туда, куда сказал нам ангел. То есть, весть о рождении Христа это еще мало. То, что мы с вами вместе здесь поем. Нужно встать самому и идти в этом направлении. И Никодим пришел. Никодим пришел на свое Рождество ночью, где не было ни елки и не горели огни. И Христос его принял. Говорит, заходи, Никодим. Он зашел, и он начинает говорить ему, Рави, мы все люди, которые также являемся учителями здесь, в этом народе израильском. Мы считаем, что ты учитель, который пришел от Бога, чудеса, которые ты творишь и так далее. И что, с чего начинает Никодим? Он начинает со слов, которые, знаете, всем нам приятно слышать в свой адрес. Правда? А что отвечает ему Христос? Посмотрите, третий стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Удивительно, друзья мои, что Христос выслушал его слова в свой адрес, и ему говорит, «Никодим, я перефразирую, для чего ты пришел сюда? Ты что, пришел сюда для того, чтобы сказать мне, какой я хороший? Ночью? Для этого пришел? Нет. Знаете, бывает такое часто, вот когда мы приходим к кому-то, мы знаем, для чего мы пришли, мы начинаем разговор совсем с другой темой. И мы иногда слушаем, по полчаса думаем, ну что он конкретно хочет? И вот в конце уже 45 минут и нам рассказали, и он говорит, «Слушай, а можно еще вот это? Вот для чего ты пришел сюда? Понимаете? Бывает, ребенок начинает с мамой говорить, «Мама, я знаю, какая ты хорошая, как много ты делаешь». Мама так думает, что-то он не то, такого обычно он не говорит. Что ты хочешь? Что тебе от меня надо? Пожалуйста. А, вот что нужно, да? Не хватает. Средств, финансов и всего остального. И Никодим, зная свою нужду, проблему, но он не говорит о этой нужде, да? Он говорит Иисусу, знаете, это flattering words, всякие, знаете, слова, которые располагают его. А Христос вообще на эти слова не отвечает? Зачем впустую время тратить? И он ему прямо смотрит в него вовнутрь и говорит, Никодим, у тебя есть серьезная проблема. И потому, что ты решения этой проблемы не нашел, ты пришел ко мне. И твоя проблема, что ты нерожденный свыше человек, и поэтому ты вне Царства Божьего. Вау! Вы знаете, иногда нам очень бывает страшно людям говорить правду в глазах. Они обидятся на нас. Да? Ну, такой еще известный, знатный человек. Лучше с ним контакты, иметь связи. Мало ли, пригодится когда-нибудь. А Христос ему глаза говорит, Никодим, ты религиозный человек, но ты идешь по пути в ад. Потому что, если ты не в Царстве Божьем, другого, третьего Царства нету. Есть Царство Тьмы, Царство Света. Если ты не находишься в Царстве Света, значит, ты находишься в Царстве Тьмы. И Никодим прекрасно понимал, что Христос сказал, что ты должен родиться свыше для того, чтобы быть частью Царства Божьего. Друзья мои, это очень важно, чтобы мы поняли, если мы хотим с вами испытать радость Рождества в своей жизни, не внешняя сторона, а вот то, о чем переживает наше сердце, оно должно быть восполнено. Ему оно может быть восполнено только одной личностью. Никто этот духовный вакуум не сможет восполнить. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей, родиться? Перед ним стоит пожилой человек, который говорит, ну как мне родиться свыше еще раз? Ну что, я старый, что мне опять? Ну понятно, он такой, знаете, может быть даже с иронией какой-то отвечает Иисусу на его ответ. Заметьте, Иисуса не трогает абсолютно его сарказм, который он использует. Пятый стих Иисус отвечает, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти, есть плоть, а рожденное от духа, есть дух». Дальше он говорит ему, «Ты учитель Израиля, и ты не знаешь этого?» Друзья мои, если вы ничего о Христе больше даже не будете знать, о христианстве, так больше скажем, или о доктринах, то это, то, о чем мы сейчас прочитали, я бы хотел, чтобы вы не только узнали, но услышали об этом сердцем своим. Это очень-очень важно. Вы знаете, есть вещи, о которых мы можем дискуссировать и спорить, и разные люди, по-разному какие-то вещи. То, что мы прочитали, это вопрос нашей вечности. Если ты не будешь рожден свыше, ты будешь отлучен от Бога навеки и навсегда. То есть у меня появляется сразу вопрос, наверняка и у вас, а как мне родиться свыше? Вы когда-нибудь спрашивали себя? А как мне родиться свыше? У Никодима появился вопрос, учитель, а как мне родиться свыше? Христос говорит, вот об этом давай сейчас поговорим. Иисус устроил ему праздник Рождества, где действительно произошло это рождение. Он говорит, что рожденное от плоти, Никодим, есть плоть. Мама тебя родила? Это плоть. А рожденное от Духа, рожденное от Бога, есть что? Есть Дух. И для того, чтобы иметь духовное соединение с Богом, нужно иметь рождение от Него. Пока рождения нету, связи с Богом нету, есть полное отлучение. Я представляю, если бы Никодим, наверное, схватился за голову и говорит, Господи, а что мне делать? Я всю жизнь прожил, я всю жизнь церковь посещал, я всю жизнь при храме был, я все время делал то, участвовал во всех. Хотел говорить, ну-ну-ну-ну-ну, это все прекрасно, все хорошо, но это только то, что тебя должно было привести к этой истине. Друзья мои, часто мы встречаемся с людьми, которые говорят, вот у меня бабушка учила молитвы, вот моя бабушка рассказывала, мама мне рассказывала вот это, меня крестили в детстве одно, другое, третье и так далее, и так далее. Друзья мои, это все прекрасно. Это все прекрасно, то, что было. Но Христос говорит, теперь тебе нужно родиться свыше. То есть все, что ты делал до этого, исполняя весь закон и обряды и все остальное, никто на этом крест не ставит. Христос ему не сказал, ой, ты неправильно все делал. No. Теперь пришел тот свет, который просвещает всякого человека, и все, что ты делал до этого, это должно быть для тебя, чем? возможностью или подготовкой принятия истинного Мессии. И он ему объясняет, что рожденное от плоти, рожденное от духа, есть дух. И, наверное, Никодим думает, а что такое родиться от духа? Как это понять? Вы можете это объяснить? Христос ему объясняет. Смотрите, он говорит ему, для того, чтобы родиться от духа, что нужно? Если кто не родится от воды, и от чего? И от духа. Что такое родиться от воды и родиться от духа? Некоторые читают, думают, что-то такое, здесь непонятные вещи. Некоторые могут интерпретировать это как родиться от воды, это крещение, принятие. Здесь вопрос не о крещении, друзья, идет. Вы помните, следующая глава, когда мы говорили о Самарянке, Христос сказал, если бы ты знала дар Божий, то он бы тебе сам бы дал, что? Эту живую воду. А что это была живая вода? Это было то слово, которое он говорил ей. Окей. Что значит родиться свыше? Родиться свыше, это означает, когда вы сидите в церкви, общаетесь с кем-то, да? Дух Святой совершает в вас свою работу. Вы даже этого можете не знать, потому что Дух Святой совершал работу в жизни Никодима, поэтому он пришел ко Христу. Я говорю всем людям, которые приходят в церковь, друзья мои, Дух Святой над вами уже работает, может быть уже много-много лет, вы даже сами этого не знаете. Потому что если бы Господь не работал над вами, вы сегодня бы вот здесь не были. и так как Бог работает над вами, Он привел к Христу, этого человека ночью. То есть, Бог уже с Духом Святым совершает эту работу. И что делает Дух Святой, совершая работу в нас? Писание говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир во грехе. Он нас обличает в наших грехах. Вы знаете, почему остальные фарисеи во времена Никодима не пришли ко Христу? Потому что они отвергли это обличение, они считали себя праведными. Если мы с вами сегодня себя считаем праведными в глазах своих, мы не готовы к Рождеству. Никодим понял, что у него есть проблема, духовная проблема, проблема греха, которую нужно разрешить. Друзья мои, это очень-очень важный момент. Дух Святой обличает нас во грехе. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь вы слышали Его голос, который Он явно говорил вам в вашему сердцу? Дитя, не делай это. Это плохо. Некоторые из вас, наверное, вспомнят свои молодые годы, годы юности. Один русский музыкант, поэт, писал, сколько я жил, сколько грешил. И он там дальше в словах пишет, каюсь, каюсь, каюсь. Если мы посмотрим на свою жизнь, если вы скажете, Господи, покажи мне мою жизнь, в один прекрасный момент Бог вам покажет всю вашу жизнь с первого дня до последнего. Все пройдет за считанные секунды, знаете, как в фильме, и вы увидите абсолютно все. Все-все-все увидите. Все беззакония, всю неправду, все-все-все, что человек сделал. Почему Писание говорит, все тайное, что сделается, оно станет явным? То, что даже никто из людей не знает, оно станет явным? И тогда что делать? И тогда мы с вами обречены. Бог говорит, я тебя сегодня обличаю в грехах и в беззакониях, и моя цель – это тебя оправдать. Это дать тебе новую жизнь, это дать тебе надежду, дать тебе вечность. Заметьте, что Никодим с ним не спорит со всем. Это люди в храме, может, в Никодиме видели святого человека. А Бог, который проникает в глубину, Он показывал ему его греховность. Знаете, мы с вами можем перед людьми играть роль праведного во всем человека и святого, но Бог знает нашу несовершенность, нашу греховность. И Он говорит, Никодим, нужно родиться от воды и от Духа. Когда Дух Святой эту работу в тебе совершает, теперь, заметьте, Христос Ему говорит Слово. Слово говорит Ему. А какое Слово говорит Христос? Помните, когда люди пришли к Петру и услышали Слово, будучи обличаемый в совести своей, и они говорят Петру, а что нам делать? Помните, что им Петр отвечает? Первое. Покайтесь. Что значит покаяться? Люди говорят некоторые, а я много раскаялся уже в жизни. Ну, покаяние, друзья мои, это не только осуждение греха, которое было, это еще поворот своей жизни и в направлении с Богом идти дальше по жизни. Это огромная разница. Вы знаете, Иуда тоже покаялся в том, что он предал Христа. Он покаялся. Но потом, что сделал? Пошел и удавился. И Петр покаялся тоже, что предал Христа. Но что Петр сделал? Когда он покаялся, он повернулся, посмотрел на Христа, горько заплакал, и он был первый, который прибежал в пустой гроб посмотреть, воскресли Христос или нет. Покаяние – это не только осознание нашей греховности в прошлом, это еще то направление, в которое мы с вами избираем идти с сегодняшнего дня и дальше. Когда мы молились с Григорием вместе, мы говорим, Господи, помоги с сегодняшнего дня идти новым путем, исполнять Твои заповеди, признавать Тебя как Господа и Спасителя в моей жизни. Это не просто я сожалею о своих грехах, покаялся сегодня, пришел домой, продолжаю их снова делать, потом опять прихожу в церковь, опять каюсь, опять прихожу туда-сюда. Но я уже да, я могу споткнуться, упасть. Господи, но я хочу быть с Тобой, я хочу жить под защитой Твоих крыл, я хочу двигаться в этом направлении с Тобой вместе, и Ты даже такого слабого, какой я есть, Ты все равно меня не оставишь. И вдруг Никодим услышал, он услышал голос Духа Святого, да? И дальше, что он услышал? И он услышал Слово Христа, которое было обращено к Нему. Друзья мои, вот когда происходит рождение свыше. Я слышу, что Дух Святой мне говорит, и я слышу благую весть, я слышу Евангелие. Что такое Евангелие, благая весть? Что Христос любит тебя, Он умер за тебя, и Он хочет тебя простить и усыновить, сделать тебя частью своей семьи. Вы послушайте, что сказал Христос Никодиму, то, что он должен был услышать. 14 стих, «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Кто, кто, но Никодим эту историю узнал? Вы помните с медным змеем, когда была эта история, когда израильский народ умирал от серьезных болезней, и Бог сказал Моисею, «Возведи медного змея». И всякий, кто с верой посмотрит на этого медного змея, болезнь прекратится. И кто из них с верой смотрел на него, прекращали болеть. И Христос говорит ему, «Ты помнишь историю о медном змеи?» «Да, помню», говорит Никодим. И дальше он говорит в 15 стих, «Итак, всякий верующий в него не погибнет, но будет иметь, что? Жизнь вечную». То есть, взглянуть с верой означает доверить Богу будущее своей жизни и принять Его, как своего Господа и Спасителя в свою жизнь. «Господи, я принимаю Тебя». Не просто Того, Того, Кто прощает меня и милует сегодня, но принимаю Тебя как Господа, Который будет руководить моей жизнью. Я соглашаюсь исполнять Твою волю. Что происходит в нашей жизни? Происходит рождение свыше. Вы готовы к Рождеству? Может быть, в вашей жизни это уже произошло много лет назад. И дальше после этого идет известный стих Иоанна 3, 16. «Ибо всякий…» Почему сказано «Бо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот для этого Бог послал Иисуса Христа, чтобы каждый с верой, посмотрев, то есть, приняв Его, получил эту благодать. Я бы хотел вам всем сказать, особенно детям, которые растут в христианских семьях, вы знаете, очень важно, чтобы в вашей жизни пришел этот момент, когда вы сознательно сказали «Господи, я виновен при Тобой». Виновен не только за то, что я вчера сделал и третьего дня, я грешник, которую заслуживаю вечного осуждения. И я нахожусь на пути в вечную погибель. Но Дух Святой, показывая мне на мою греховность, Он также говорит, что есть и Слово Божие для тебя. Это вода живая. И Христос говорит, я не хочу, чтобы ты умирал, я хочу, чтобы ты жил. Поэтому избери жизнь. То, что делает Дух Святой, обличает нас в грехе. Господь делает, Он показывает нам выход с этой ситуации, говорит, есть возможность жить. Друзья мои, это не религия. Это не обряды. это жизнь. Это жизнь. Это жизнь. что есть рождение, называют свыше. И когда это происходит в нашей жизни, мы принимаем, Писание нам ясно говорит, очень важно, что Дух Святой поселяется в нашем, в нашей душе, в нашем сердце. И этот Дух Святой начинает свою работу. Каким образом? Он начинает очищающую работу в нашей жизни, Он нас наставляет на всякую истину, Он дает нам мудрость, Он дает нам силу для борьбы с грехом и так далее, и так далее. Дух Святой совершает эту работу. Итак, покайтесь, и вы получите дар Святого Духа. И дальше сказано, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Некоторые люди меня спрашивают, вот мы приняли крещение, когда были в детском возрасте, нужно ли нам снова принимать крещение? Я людям, знаете, в первую очередь всегда говорю очень просто, друзья мои, а почему вы мне этот вопрос задаете? Задайте его Христу. Задайте его, вот вы когда-нибудь в Духе Своем скажите, вот как Никодим сказал Христу, Господь, я не знаю, но есть внутри какая-то у меня неспокойство есть, что мне нужно делать? И Господь вам скажет обязательно. Я могу вам сказать, что Слово Писания Божье говорит, что крещение в Писании, в Священном Писании, везде, где Слово идет о крещении, всегда крещению предшествует живая вера в Иисуса Христа. Вы не найдете ни одного текста в Священном Писании, где люди бы принимали крещение, не приняв Христа как своего Господа и Спасителя. в Писании этого нет. Почему? Потому что мы принимаем крещение как видимый знак нашего духовного рождения и присоединения ко Христу. Родители мои, какие бы они добрые, прекрасные не были, они меня к церкви не могут присоединить. Присоединяет что? Рождение свыше. И поэтому, когда я принимаю крещение на основании живой веры в Бога, я публично подтверждаю тот факт, что Бог меня родил свыше. Некоторые люди говорят, так что это, да, крещение детей не имеет значения. Оно имеет значение по мере того, как вы продолжаете двигаться в поисках Бога. В одних церквях есть традиция, добрая, прекрасная традиция благословения детей или посвящения детей. И мы это тоже делаем. Когда детей приносят, мы их благословляем, мы их посвящаем Господу. Но мы понимаем, что посвятив их Господу, когда этот ребенок придет в зрелый возраст, он должен это решение принять сам за себя. Не его папа с мамой за него принимают это решение. Друзья, это очень важные вещи. Я хотел бы, чтобы мы с вами продолжали молиться прежде всего о самом себе, о людях, которые окружают нас. Потому что дьявол всякими путями пытается людей увести от этой истины, чтобы они остались религиозными, чтобы они остались теми, которые исполняют всякие предписания, но чтобы они не испытали в своей жизни, что значит родиться свыше. Для рождения свыше, друзья мои, нужно только две вещи. Это слышать, что Дух Святой обличает нас в нашей греховности, и мы принимаем этот факт, что я греховен, что я виновен, я достоин осуждения. И второе, от воды, я слышу Евангелие, слышу Слово благодати, я слышу, что говорит Господь, я хочу, чтобы ты была спасена. И я умер на кресте за тебя. Я отдал свою жизнь, чтобы ты жил. Поэтому прими. И когда мы принимаем, мы говорим, Господи, я отказываюсь от того, что было в прошлом, я раскаиваюсь, я поворачиваюсь к тебе и иду. И этот момент, друзья мои, в вашей и моей жизни должен произойти. Это может быть даже не в церкви, это может быть в доме, когда вы будете склоняться сегодня и молиться, идя на ночлег спать. Если вы услышите голос Духа Святого, который обличает вас, пожалуйста, примите это решение. И потом, когда придете в дом Божий, придете в церковь снова, скажите об этом, чтобы мы вместе с вами могли порадоваться. Таким образом, вы становитесь частью огромной семьи в Господне. И мы с вами становимся братьями и сестрами по вере в Иисуса Христа. Поэтому я хотел бы, чтобы не только Григорий знал сегодня, но чтобы все остальные, чтобы Бог сегодня усыновил его, принял его, сделав его частью своей семьи. Дьявол будет послать различные искушения. Да нет, это неправда, это не то, не все. Друзья, мы очень много есть различных сомнений. Стойте на истине Слова Божьего. Вы никогда в этом не разочаруетесь. Это не только то, что сказал пастор, это то, что говорит Священное Писание. Другой основы у нас с вами нет. Пусть Господь благословит вас, пусть Он продолжает свою работу в вашей жизни, в моей жизни, до тех пор, пока Он не до каждого из нас. Ему будет слава за все. Спасибо.